Это анализ рынка на 21 мая, время 8.44. До начала торгов 1 час 15 минут. Начну я с коронавируса в России. Отмечу то, что вчера выступал Мишустин и сказал одну важную вещь, что ситуация с коронавирусом в РФ дает основание для аккуратного снятия мер карантина дропе самоизоляции. То есть будут открывать торговые центры, будут открывать малый и средний бизнес, большой бизнес. И постепенно ситуация будет приходить в то русло, из которого ее выбили. Далее Китай хочет сотрудничать с ОПЕК для стабилизации мировой нефтяной отрасли. Китай надеется в ближайшее время восстановить прежнюю структуру энергопотребления, предшествующую ситуацию с распространением коронавируса. А хочет сотрудничать с ОПЕК для стабилизации мировой нефтяной отрасли, сообщил ОПЕК по итогам переговоров его генсека Мохаммеда Баркиндо с главой национального энергетического ведомства Китая Джонан Джанхуа. Как заявил глава национального энергетического ведомства Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, уже на пути к восстановлению постситуации с коронавирусом. И в ближайшее время страна надеется восстановить свою прежнюю структуру энергопотребления, что должно помочь нефтяной отрасли. Он добавил, что Китай хочет тесно работать с ОПЕК по стабилизации мировой нефти, нефтной промышленности, обеспечивать будущую мировую энергетическую безопасность. Иными словами, китайцы все руками за то, чтобы и мировая торговля заработала, и на рынке нефти была стабилизация. Ну, в принципе, стабилизация-то уже начинается. Хотя в последнее время начали средства массовой информации магедоин тем, что Саудовская Аравия с 21-го года начнет новую нефтяную войну. Но, господа, начало новой нефтяной войны это подразумевает новый обвал цен. Вы что, думаете, судить на такой поют опять? Не, я сомневаюсь. И потом американцы за такие, блин, рога возьмут. Потом не отпустят. Так что это беспрецедентная дичь по факту. Далее интересная новость по поводу Сбербанка и Азбука Вкуса. Они открыли первый в России магазин будущего. Это заголовок такой. Сбербанк и Азбука Вкуса при поддержке платежной системы Виза объявили об открытии первого в России магазина нового поколения. В нем нет кассиров, нет чердей, а покупать ли им не нужно самостоятельно сканировать и даже оплачивать взятый товар. Все происходит автоматически. Новый магазин создан с применением технологии компьютерного зрения. Система наблюдения с многочисленными камерами постоянно отслеживает количество и ассортимент товаров на полках, понимая, когда кто-то из покупателей берет продукты. То есть профессии кассиров и прочие профессии магазина, они будут скоро уходить в прошлое. Почему? Потому что компьютеры будут заменять. И на самом деле Сбербанк в скором времени будет занимать очень сильную долю в IT-секторе, в секторе телекома, связи, интернет, ну и пятое-десятое. Иными словами, это неизбежность. Как, к примеру, ВТБ будет заполнять свое место в промышленном секторе. Сбербанк IT-сектор, ВТБ-пром-сектор. Все банально просто. И вот тоже новость по поводу X5 Retail Group. Пятерочка хочет занять долю в 15-20% на рынке онлайн-торговли продуктами питания в РФ в 2025 году. Это была презентация у них. А магнит, к примеру, в свою очередь, уже команду из Ламота пригласил, который вызывал ранее онлайн-продажи. Вот, в принципе, и встает бизнес в РФ на новые рельсы развития, то есть онлайн-торговлю. Как говорится, этот гребаный вирус показал, что будет разделение до коронавируса и после. То есть после коронавируса будет развиваться, в первую очередь, онлайн-торговля. Максимально сильно и максимально эффективно. Далее новость по Газпрому. Европейский суд отклонил иск по Северному потоку-2 на решение по законодательству о газе. Ну, скажу сразу, новость совершенно нейтральная, и она в цену уже, как негатив, была заложена ранее. Почему? Потому что ее мусолит СМИ уже не первый день. И имеется в виду, что новость говорит о том, что оператор Северного потока-2 Нордстрим-ДА не смогла убедить суд в Люксембурге в необходимости рассмотреть законность по праву к газовую директиву ЕС. Ну и ранее немецкий регулятор отклонил жалобу у компании. То есть, как я и говорил ранее, Европейский союз, он фактически делает все возможное, чтобы визуально не зависеть от Газпрома. То есть они фактически от него зависят, потому что 40%, ну, 35-40% газовый рынок находится под Газпромом в Европе. Но поскольку Европа освобождает политику диверсификации, она выкупает газ там у Норвегии, СПГ раньше было, там из других стран, Катар, США и прочие страны, то как бы Газпром они удерживают на рынке, газовом рынке Европы, ну, в определенном узде, то есть в определенном стойле, грубо говоря. Потому что они не хотят, чтобы как бы газовый рынок Европы особо под Газпром и снисходил. Хотя это, с точки зрения экономики, целесообразно. Ну, то есть поставлять газ по трубам, нежели чем на кораблях. Дешевле. Но и при этом сам Газпром газовую трубу с Северным потоком 2 распоряжаться один не сможет. То есть, что себя и включает данный законопроект Европы. Но новость, я говорю, это уже нейтрально. Она уже отыграна была заранее. В Газпроме негативом. Далее, про монетарную власть. Центральный банк Англии не исключает отрицательные процентные ставки. И сейчас тренд уже заложен во всех мировых центральных банках развитых стран по снижению ключевых ставок в отрицательное значение. То есть, это вопрос времени. При этом рынок к концу текущего года закладывается уже на понижение ключевых ставок. В минус. Далее, глава компании Модерна утвердил, что Министерство здравоохранения США подтвердило тестированную вакцину от коронавируса на фазу 2. То есть, развивается все, тестируется. И, как я понимаю, будет несколько вакцин. Но, как, в принципе, я и ранее свое мнение высказывал, там еще 3-4 недели назад, 5. Что будет несколько вакцин от разных компаний. Да, я нашел такую информацию в интернете о том, что JP Morgan Chase проанализировали страны, снявшие недавно режимы с самоизоляции, сделали выводы о том, что распространение коронавируса снизилось после снятия ограничений. То есть, снизилось после снятия ограничений. Иными словами, вирус имеет сезонный, динамический характер, и карантинные меры тут не помогут. То есть, это, по сути, как грипп. Да? Сезонность. И не более того. Далее, обозрение. Боффа опрос показал, что большая часть инвесторов все еще письменно смотрит на растущий рынок. И в чем прикол? Они шартят его. Ну, инвесторы, это в кавычках инвесторы, на самом деле спекулянты, они его тупо шартят. По большей части, там, российские, американские, не знаю, азиатские, европейские индексы. И в 2008-2014 годах вот ситуация была плюс-минус аналогичная. То есть, рост первоочередно был на шартистах. Оно так, в принципе, всегда происходит, когда толпа смотрит в одно направление, когда толпа почувствует настоящую эйфорию, поймут то, что о, все, все будет расти дальше. Тогда их будут бомбить. Ну, а до этого время, пока будет шортовый вынос за шортовым выносом продолжаться. Но это, опять же, я опираюсь на свой опыт, на свое участие в рынке, скажем так. И понимание того, на чем именно в первую очередь растет рынок. Так, что является основным фактором роста топливом. Это же артисты. Далее, изменение веса в индексе МСА и конец майя ребра сроков повышает Газпром в индексе, Татнефть, Нарникель, Х5 Ритейл Групп и Поле Золота понижают Мосбиржу, Алрос, НЛМК и Новотек. То есть, приток денег будет вытвердить данные имитенты, которые я обозначил синим шрифтом. Это хорошо. Далее, регулятор ФРГа убавил газопровод, Северный поток-1 от регулирования. Новость. Вклад Китая в борьбу с коронавирусом должен составлять более 9 триллионов долларов. И в эту цену входит 90 тысяч жизней американцев, более 36 миллионов американцев, совершившихся работ, начиная с марта. 300 тысяч смертей во всем мире. Это заявил, по-моему, Трамп. То есть, американцы совершенно охерели. Но это вообще дичь беспрецедентная по факту. И начинается уже новый виток мегаторговой войны. Вопрос в другом. Как Китай будет реагировать на все это? Вопрос, конечно, щепетильный и интересный. То есть, что они будут в плане экономических изъявлений в адрес США предпринимать? Но это мы же по факту поглядим. Далее, Сенат США в среду принял закон, который может запретить многим китайским компаниям размещать акции на американские биржи и привлекать деньги от американских инвесторов, не соблюдая вашингтонские нормативы и аудитовские стандарты. И в этот момент времени акции Баба, Байду, Джейди вошли в стадию фазы снижения. То есть, падали. Короче, черти что происходит. Ну, сегодня, повторяюсь, Азия у нуля. Фьючерс на США и ЕС аналогично. Нефть немного растет. На ММВБ будет, походу, сегодня небольшой боковичок после вчерашнего шортового выноса. Но про индексы мы еще перейдем, сейчас посмотрим их. Далее, опять торговая война. Регуляторы США могут пойти на дальнейшее ограничение для Huawei. Но ситуация у нас все более и более обостренной. Во что это вылезет? Это тупо вылезет в торговую войну. И когда средства массовой информации от коронавируса с первых заголовков уйдут, они будут искать новый повод для Магеддона. И этот повод для Магеддона будет торговая война. Оно так всегда бывает по большому счету. Это гребаные СМИ. Далее, индекс РТС. Ну, честно скажу, я не ожидал, что именно вчера будет такой вещь шортовый вынос. Но, в принципе, я говорил о том, что действительно очень много шортистов в российском рынке. Это во всех голубых фишах, имитентах и прочих компаниях. Но то, что вчера будет шортовый вынос, этого я, конечно, не ожидал. Но в чем суть? Суть заключается в том, что закрывается гэп до уровня 1240 пунктов. Сегодня, я думаю, данный гэп уже будет полностью закрыт. Здесь, скорее всего, будет проторговочка на текущем уровне. Потому что пробить его 1240 и пойти сейчас выше, но я думаю, быстро все это не будет происходить. То есть, битье и проторговка в диапазоне 1240, дефис 1200. Почему? Потому что меня смущает то, что уже наш индекс локально перегрет. Вот. Вот. Это подтверждает. Ну, второй момент. Еще не все шортисты вынесены. Их будут еще мариновать. Поэтому остальной поход РТСа выше, это должен быть такой драйвер в виде роста нефти и также одобрение дивидендов со стороны компании «Газпром». Вчера Миллер так и не вышел на обсуждение этой темы. Может быть, они за закрытыми дверями обсудили, я без понятия. Но это, в принципе, негативно. Хреново. Довольно хреново. Потому что кота за яйца они грамотно тянут. Вот. И поэтому сегодня, я думаю, тупо проторговка будет между уровнем 1240-1200. Ну, опять же, чисто с точки зрения технического анализа, ну, в локальную коррекцию индекс могут спокойно отправить. Именно в локальную коррекцию. В пределах вот этого глобально теперь восходящего тренда. Ну, даже не глобально, а среднесрочного восходящего тренда в РТС. Говорить про снижение РТС куда-то ниже я пока не стал. Пока 1240-1200. Так вот боковая зона. Но вверху имеется гэп на уровне 1320 и гэп на уровне 1385. Их закрытие это тоже вопрос времени. Даже гэп имеется на уровне 1520. Их закрытие это тупо вопрос времени. Но чтобы закрыть такие вышестоящие гэпы, необходимо нашему инсту пребывать максимально сильно все рубежи сопротивлений. И еще раз говорю, основным топливом здесь будут тупо шартисты. Ну, по дневному графику у нас еще импульс остался. Именно рынок уже подходит к стадии перегретости. Это видно все. Поэтому тут более логично это про торговку в одном диапазоне. По крайней мере на сегодняшний и завтрашний и завтра так вообще будут, скорее всего, сливать. Потому что пятница и будут позиции фиксировать рыночные участники. Далее S&P 500. Он сейчас бьется об свое сопротивление 2950 пунктов. Он бьется об него уже раз, два, три, четыре, пять. Уже шестой раз. И пробить пока его истинно не может. Но почему? Потому что тут имеется огромная зона сопротивления. И пробить ее. Нужно какое-то время поторговаться об нее. Чтобы потом в моменте очень сильно на повышенном объеме пробить. Но сам индекс S&P 500. Он смотрит к уровню 3000 дефиц, 3085. То есть максимальная зона его сюда. Дальше нужно будет смотреть по ситуации. Почему? Потому что индекс в этот момент времени он будет перегрет. То есть потом он поет в вполне себе реальную коррекцию. Именно локальную коррекцию. Не в какой там обвал. А чисто в локальную коррекцию. И в середине июня будет экспирация фьючерса S&P 500. И после экспирации нужно будет смотреть по факту, что будет с рынком. Потому что к датам экспирации, как правило, рынок тащат по тренду. Ну, например, если был тренд медвежий до 18 марта. Видите? И там 20-23 марта уже его развернули. То есть после экспирации, после 18 марта начали разворачивать. Видите? Теперь тянут его тупо вверх по тренду. И скорее всего вверх его будут тянуть до середины июня. А потом нужно будет смотреть по ситуации и по внешнерыночному фону. Для нашего рынка так это вообще необходимость. Так как после текущего дивиденда сезона наш рынок спускает в свободное плавание. И там будет уже внешнеэкополитический, внешнеэкономический фон играть большую роль. Далее рынок нефти. Ну, мягко говоря, она слишком сильно растет. Я понимаю, что ОПЕК плюс сократили нефть. Нефтяные компании американские многие банкротятся. Тоже плюс для рынка нефти. Но такой чрезмерный рост немного напрягает. И сейчас она бьется АПС сопротивлений 36, ну, 36.40, 36.50. Самое логичное, это было бы нефти скорректироваться хотя бы до уровня 31-32 пункта с дальнейшим продолжением восхождения к уровню 42. То есть нефть смотрит сейчас на 42 доллара. То есть вот сюда. И она сюда придет в вопрос времени. Но перед этим приходом ей бы желательно было скорректироваться чисто технически. Внутри дня охладиться и пойти выше. Почему она сейчас не корректируется? Да потому что шортисты там сидят. Масса их причем. Я тоже по форум разом смотрю. И их дохренища там людей сидит в шортах. Ну, а то, что нефть, к примеру, по 4-часовому графику видно, что она перекуплена. Ну, да, есть такое. Перегретость очень сильная. Поэтому и коррекция, как минимум до уровня 32, там, хотя бы, до этого уровня поддержки, она была бы актуальной. По крайней мере, она была более-менее логичной. Ну, иными словами, проторгаться вот в этом боковом диапазоне, который я сейчас указываю. Вот так вот. С дальнейшим походом вверх уже. Далее пара рубль-доллар радует, что эта сволочь идет вниз. Очень радует, реально. Сейчас пришли на поддержку уровня 71.40. И сейчас стоим на локальной поддержке 71.09. В чем факт? Сейчас мы стоим тупо на предгэповой зоне. Вот здесь. Которая берется в начало на уровне 68.50. Ну, еще раз напомню то, что бакс растет тупо на панике, когда начинается побег иностранного капитала, там, и внутрироссийского капитала с рынка. Когда бегут все в евро, в доллар, куда-то угодно побежать. В мирное время бакс не будет расти. Драйверов нету, паники нету. Только паника его помогает пойти в рост. Поэтому и закрытие данного гэпа, ну, опять же, тупо вопрос времени. Как, в принципе, я ранее и говорил уже последние, там, несколько недель. То, что закрывать данный гэп придется в любом случае. А учитывая то, что экспирация S&P 500 будет только в середине июня, то времени еще полно, еще целый месяц. Там, по-моему, 18 июня, и что ли 16, то ли 18 июня. И к этой дате, скорее всего, S&P будет тянуть вверх. Ну, а это значит то, что и остальные рынки поют вверх. А доллар вниз. Гэп надо закрывать кому-то. Ну, под дневным графиком он подходит к своей зоне уже перепродность. Это, в принципе, очевидно. Переохлажденность. Но основная зона с поддержкой к нему будет на уровне 68. Что там у нас? 25 и 69. 69. То есть это будет трендовая линия восходящего канала, такого глобального восходящего канала. Будет его основной поддержкой. Отсюда, конечно, он может отскочить спокойно. Но для этого нужно, опять же, какой-то повод, какой-то фон негативный. Ну, посмотрим, как говорится, новостные события. Они моментально накладываются на рынок. Ну, а пока все еще основным сценарием это снижение данной пары к закрытию данного гэпа. 68,5. Что было актуально в течение месяца, то актуально и сейчас. То есть я на своем мнении, в принципе, и стою по сей день. Ну, да, Ленинс РЖБА тоже постепенно растет. Опять он уперся в свое уже новое сопротивление. То есть он побил все исторические максимумы. Но, повторяю, все выкупают банки российские, на страны инвесторы, российские инвесторы, там госструктура и прочее. На фоне чего и тащат этот индекс РЖБА вверх. То есть он после обвала своего восстановился и побил еще исторические максимумы. Круто, да? Но тут уже имеется определенная перегреться чисто техническая по РЖБА. Поэтому, ну, как говорится, боковой диапазон здесь, в принципе, какое-то время еще и будет. Тупо боковичок. Мне же, я думаю, нет, но чисто боковичок здесь вполне себе реально. Такой вот боковой диапазон. Потому что основной тренд на вливание денег в ОФЗ еще не завершился. Центральный банк еще ставку до 4% не снизил. И сейчас на юриде тупо анонсируют это событие. И сейчас многие инвесторы тупо свои позиции фиксируют из-за данного события. Далее переходим к компаниям, к акциям. Начнем с Газпрома. Газпром вчера рос. В принципе, неплохо рос. Он в моменте сходил на уровень 197.30. Вчера он зафиксировался над сопротивлением 195.91. В принципе, это очень хорошо. Он первую половину дня протрогал в боковичке, скажем так. Но единственное, что меня смущает, это то, что его вчера тащили вверх тупо на ожиданиях. Но это Миллер так и не вышел. Не сказал противен, ничего. Поэтому данное сопротивление уровень 195.84 считать пробитым пока не приходится. Истинно пробитым. Почему? Потому что истинное пробитие цена должна зафиксироваться где-то на уровне 200. Вот примерно здесь, где крест стоит. Вот именно здесь. Не на 197, не 196, а именно уровень 200. Там на 4-5 рублей выше минувшего сопротивления. Он сейчас этот Газпром не зафиксировался там. Поэтому здесь, я полагаю, что учитывая ее техническую перегретость все-таки довольно существенная. Но 3 дня, я тут прекрасно видно, здесь, здесь, корректозом попахивает. Поэтому и возврат в данный диапазон до уровня трендовой линии 194.37 здесь себе вполне реален. Вот именно сегодня. Но при этом здесь тоже проходит скользящий средний, который является своего рода локальной поддержкой. Говорит, вот эти синие линии проходят под ценой. Синие линии. И об нее тоже будет скоро цена упираться. Ниже пока не факт, на самом деле. Но максимально, куда могут не спустить, это уровень 192.57. Это вот зона сильной поддержки. Но пока, я думаю, сегодня будет именно уровень 194.20. Потому что пока прецедента идти в ниже нет никакого. Потому что шортисты еще не вынесены окончательно. Когда они будут вынесены по рынку, вот именно по РТС, вы увидите вот именно эту свечу. Подобную свечу. Тень, длинная тень от свечи и тело. Такое будет. Тогда будут вынесены все шортисты. А сейчас шортисты еще не все вынесены. Поэтому и особого прецедента вниз пока и тишь нет. Да, эмитент перегрет немного. Рынок наш тоже немного перегрет. Поэтому для Газпрома уровень 194.20 пока является поддержкой. Тем более, это нижняя граница восходящего канала. И тут же проходит скользящая средняя. Локальная поддержка. Пока будут об нее биться на текущий момент времени. Но я свои ланги по Газпрому держу, поэтому я особо не суючусь. Далее по ВТБ. В ВТБ на дневке формируется треугольник. По большому счету, ВТБ на сколько хаотичная акция, что она выстрелит куда угодно может. На какой-либо новости. Для ВТБ составление новости это никакая либо проблема. То есть, не проблема вообще. Технически ВТБ не перекуплен и не перегрет. То есть, и не перепродан. Поэтому он тупо ходит сейчас в боковике. Сейчас перенесу 4-часовый график. Тот диапазон, который я указывал, там он в принципе гуляет. Локальный диапазон вот здесь. И поэтому сегодня торги, я думаю, будут осуществляться именно в этом диапазоне. То есть, уровень 0.35, 285 и 0.34, 790. То есть, то, что указано стрелами. Но по ВТБ необходимо смотреть на внешний новостной фон. Почему? Потому что там может выйти какая-либо новость, которая может спровоцировать рост ВТБ. Почему? А потому что шартистов ВТБ много сидит. Очень много. Поэтому новость, она может вынести всех шартистов в этом эмитенте. И в случае выхода из данного треугольника, цена будет расти на ширину вот этого треугольника. И на местном техническе. И она берет свой конец импульса как раз-таки на отметке 0.039.510. Ну, это так, на заметку. Но сегодня пока будет боковичок внутри этого треугольника. Далее Сбербанк. Вчера Сбербанк вырос на 2.5%. Многие на форумах пишут, что это манипуляция. Грефа намыло. Туда-сюда намыло. Дебилизм, если честно. Почему? Потому что это не манипуляция. Это шортовый вынос. От дивидендников акция избавилась путем коррекции. Где-то здесь примерно. Все. Они как балласт ушли. Технически Сбербанк он особо не перегрет. Поэтому порасти он еще умеренно сможет. То есть у него локальное сопротивление имеется на уровне 195-21. То, что я сейчас отмечаю крестиком. Это опять же 4-часовый график. Просто очень информативный. Но уповать на какой-то дальнейший такой мега рост Сбербанка я пока бы не стал. Преждевременно. Поэтому коррекция после достижения данного сопротивления, она обусловлена снижением, ну как минимум, до уровня 192.36 с целью тестирования пробоя данного нисходящего тренда. Все тупо по техническому анализу. Банально все, банально просто. Имеется, конечно же, в Сбербанке гэп на уровне 184. Но пока его закрытие я бы не стал говорить еще очень рано и крайне преждевременно. Сейчас у него основная цель захода находится на уровне 195.11. И здесь надо смотреть, что будет с мной дальше делать. Здесь, я думаю, уже цена остановится и проторгуется некоторое время. И тут дальше будет, скорее всего, локальный поход к уровню 192.31. То есть это вполне такая себе адекватная техническая картина. Ну далее, Северсталь. Была манипуляция, как я, в принципе, ранее и утверждал. Засадили тут шартистов. Все, их уже отправили на Луну и в космос. Приел их локального восходящего канала. Вот, цена у нас находится около локальной зоны сопротивления. Впереди по Северстали будет тоже урод какой-то НАП-совет, ну либо ГОСА, либо НАП-совет, где должны будут уделить в скором времени дивиденды. Вот, предварительно Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды в размере 6,5% годовых. Именно это квартальный дивиденд. То есть дивиденды за 4-й квартал 2019 года и 1-й квартал 2020 года. И они будут выплачены в июне. Но должно прийти еще общее собрание НАП-совет, либо ГОСА, государственное, точнее, годовое общее собрание акционеров, где это уже и будет принято до конца. Сейчас в Северстали закрывается у ГЭП на уровне 885,8. Поэтому цель она держит вот сюда. К локальному уровню сопротивления стоит 890,00 ровно, то есть вот сюда, то, что я указываю сейчас стрелкой. Ну, с дальнейшим уже коррекцией боковичком между уровнем 890,00 и 880,00. Этот эмитент очень хорошо ходит по уровням техническим, поэтому как вариант торговать им по данному диапазоне очень даже удобно. Ну, по башне в теперевке, как я, в принципе, и говорил, боковой диапазон. И сегодня он также будет торговаться в этом диапазоне. Пока идти вниз ему смысла нет никакого, вверх пока тоже. Тут должна быть более объективна посадка шартистов для того, чтобы пульнуть цену на закрытие вот именно данного ГЭПа. Ну, нужно иными словами топлива, как бы это снично не звучало. Газпромнефть. Единственный нефтяник, который так и ни хрена не вырос. Он сейчас находится на своем локальном сопротивлении. Нижняя граница этого треугольника уровень 334,50. Технически пока цена не перегрета, поэтому здесь вполне себе резонен выход к своему стратегическому сопротивлению в моменте до уровня 338,25. А дальше нужно смотреть чисто по ситуации, как он будет пробивать его, не пробивать. Почему? Потому что совет директоров тоже по Газпромнефти рекомендовал квартальные дивиденды в размере 6,5% годовых. И тоже будет нам совет, будет госов Газпромнефти. И в случае их утверждения, господа, ну, акции стратегически есть куда расти. То есть Газпромнефть сейчас обязан сотни 330 рублей за акцию, а, блин, как минимум 374 рубля. Потому что Роснефть там выстрелил, ну, там, понятное дело, байбэк, там, дивиденды тоже скоро. Лукойл, то же самое, прочее. Татнефть, например, выстрелил, черт не знает на чем. Ну, опять же, понятно, что она за счет рынка и ходит с рынком. А Газпромнефть, как гадкий утенок, стоит еще на самом каком-то дебильном диапазоне и выше как-то нигде не собирается идти. Поэтому проторговка пока-нибудь в этом диапазоне. Вот. 331.90, 338. В таком формате. И, ну, смотри, будет за этим диапазоном крайне вплотную. Почему? Потому что должна выйти какая-либо новость, ну, или какое-то событие, чтобы данный уровень можно было взять и пробить. уровень 338. Что это за событие, господа? Ну, тут сказать трудно. Но технически картина выглядит именно так вот. Ну, по Лукойлу картина такая. Он приходит на уровень 5.600. Закрытие данного ГАПа. Я об этом тоже не один раз говорил. То, что вот он должен сюда прийти. И он сюда приходит. То есть вот сюда. Так что цель у него 5.550. Дальше, господа, технический откат будет до уровня вот этого. До уровня 5. Ну, 5.300. Потому что технически акция уже перегрета. Очень сильно. И сейчас рынок ее тянет тупо для того, чтобы закрыть этот гэп. Далее, Татнефт. Татнефт входит пока в своем боковичке. Поэтому она сейчас достигла уровня 570. Технически имеется определенная перегретость. Так что предотвращение уровня 570. Откат до уровня 550. Далее, Руссети. Вчера был тоже в ней шортовый вынос. Я еще раз скажу, что это событие абсолютно хаотично. Шортовый вынос. Поэтому тут его предугадать крайне нереально. Вот. Цена опять же перегрета. Это по четырехчасовому, по часовому графику. Поднявки вроде тоже самое. Перегретость определенная есть. Ну да, почти есть перегретость. Сейчас цену дотащили до закрытия данного гэпа. Но иными словами сейчас у нас стоит на уровне своего сопротивления. То есть более логичным и техничным был бы откат к уровню 1.3580. Целью формирования такой формации, как флаг. Ну, либо вымпел. С дальнейшим походом уже вверх на 1.4318. То есть оп, оп, оп и пум. Что, в принципе, частенько и бывает. Ну и последний, Тинькофф Банк. Он закрыл свой гэп на уровне 16 долларов. Округлим его. Цена постепенно перегревается. Поэтому он сейчас вперед своего восходящего тренда. Основной границей сопротивления этого тренда будет уровень 16 долларов. 58 центов, тоже отмеченный кресиком. И отсюда стоит жать откат к нижней границе его восходящего канала. То есть вплоть до уровня 15.42. А так вообще, Тинькофф Банк, он краски смотрит на уровень 18-20 долларов. Почему? Потому что после такого дикого обвала, чтобы было тут, да, нужно восстановление хотя бы на 50 процентов. А это уровень 20 долларов получается. Так что вопрос времени, когда он туда придет. В принципе, я свои инвестпозиции держу. По возможности, я занимаюсь спекуляциями на спекулятивном счете. Я вам дал определенный диапазон проторговки цен. И в этом диапазоне можно, в принципе, спокойно себе торговать. Но при этом необходимо смотреть за новостным фоном. Тот шам и ВТБ меня смущает то, что он такое ощущение, что скоро свою границу эту пробьет на какой-либо новости. И отправит его, скорее всего, вверх. Потому что технически как раз цена смотрит на него вверх. Только нужно, чтобы какой-то новостной фактор наложился на эту цену. А что за новость может быть, я, честно говоря, без понятия. На этом все. Подписывайтесь на канал Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, технически фундаментально, а также торговые идеи. У нас имеется телеграм-канал, закрепленный в подшапке Ютуба. Где всплывает сейчас ссылка. На него переходите и смотрите новость, аналитику, обзор акций, облигаций, технических фундаменталей. Тоже там некоторые имеются идеи торговые в виде технического анализа. Вы хуже сами решаете, проторговать или нет. У нас также имеется контакт-канал. Тоже там публикуется то, что публикуется из телеграм-канала. Также контакт-канал и телеграм-канал находятся ссылки. На них находятся в закрепленном сообщении под каждым видом. То есть вторая ссылка – это телеграм. И третья ссылка – это вконтакте. На них тоже кликайте и переходите. Помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотные стратегии – наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!